да привет хотел бы дать тебе как блогеру интервью хорошо слушаю тебя что у нас нового я обращаюсь к обществу я не было творительного фонда добров пути степана фармана васильевич есть такой человек как александр черкасов верующий порядочный добрый православный человек он свое время в городе домодедово 10 километров домодедово решил сделать парк парк называется экологический парк пространство детской мечты для семейного отдыха там я сделал парк там раньше был просто пустырь он взял кредит у банка москвы тогда был председателем бородин бородин сбежал но радиуслой же банка сбежал его долг там 15 миллионов рублей передали в это б-24 где председателями является костина ну как оказалось банк накрутил проценты до 150 миллионов рублей потом там были какие-то судебные варианты и александр черкасов накрутили еще 580 миллионов рублей но это все было сделано для того чтобы был повод отнять землю понимая что черкасов не сможет такие деньги уплатить понимаешь что характерная я недавно александр черкасов обратился в наш фонд он увидел что мы делаем репортажи александр черкасов увидел что наш фонд делает большие репортажи особенно у нас с екатериной гордон репортаж был по поводу детей-сирот против насилия детей против беспредела детей-сирот против любых преступлений детей-сирот и он решил обратиться в наш фонд конечно же мы не отказали ему помочь потому что получается что когда 5 августа двадцатого года а это 24 отправил своих бойцов без документов без доказательств без судебных решений имеют они произвели рейдерский захват они захватили этот парк они так захватили они выгнали из гостиниц людей то что черкасов построил гостиницы там музеи рестораны рестораны комплексов для людей он даже сделал так чтобы дети-сироты малобеспечные многобедные малоимущие могли вот так приходить бесплатно по скидкой понимаешь то есть он выполняет социальную программу города домогедова но как показала показала практика не нужно никому никакая программа людям нужна земля люди решили по беспределу захватить этот парк при том что прокурор города домогедова эту коррупцию этот беспредел решил поддержать видимо вдоль и понимаешь и местная полиция тоже вдоль и потому что видимо всем отвалили от тернули понимаешь но мы не побоялись и решили поддержать черкасов потому что мы увидели что он реально помогает людям делать доброе дело он выполняет социальную программу города он он экономически вкладывать деньги несмотря на то что пока он приводит вам большую не получает но он делает для людей доброе дело просто людям мамочкам с детьми не было гулять единственный отдых это этот парк но самое главное что там самое красивое там сказки там разные сказки разные истории понимаешь разные фигуры сделано там такая красотища когда я приехал и решил сделать интервью с александром ченкасовым я увидел что там действительно сказки для детей там действительно большая территория там действительно улучшенные варианты для деток для мамочек или или просто для туристов понимаешь роман сказки ты имеешь ввиду это вот скульптуры игровые площадки сказочные персонажи то есть для детей для каждого ребенка есть определенный подход по этим сказкам понимаешь там скажет пять или десять сделано так чтобы каждому ребенку ведь каждый ребенок не может любить одну и ту же сказку понимаешь у каждого ребенка своя сказка и когда они приходят сюда такое ощущение что они пришли в диснейленд понимаешь то есть свой российский диснейленд вместо того чтобы власти поддерживали такого человека который развивает скажем так туризм который развивает социальные программы он не просит у вас денег но вы ребята хотя бы не мешайте работать и не совершайте преступления не поддерживайте преступников которые пришли и захватили по беспределу сделали рейдерский захват им плевать на детей на людей им плевать на то что это все быстро и на конечно зачем зачем ты пойми зачем строить нуля что то если все готово пожалуйста раз два и земля у них в кармане но не тут то было мы сделали репортаж пошел определенный резонанс понимаешь мне позвонил помощник первый помощник костина в тб 24 банка и сказали роман василич мы знаем что вы помогаете детям вы поймите александр черкасов вообще использует вы не понимаете вам не всю правду сказали александр черкасов не тот за кого себя выбирать все такое там всякую ересь я бы хорошо а что вы мне можете сказать что вы хотите вообще мы предлагаем давайте полюбовно с вами договоримся мы сделаем так что никто и мы уже делаем так что ему никто не помогает но почему-то вы уцепились за этого александра черкасова почему я потому что здесь затронут интересы детей здесь затронут интересы детей потому как я сам помогаю детям я сам выступаю против преступности против непорядочных чиновников которые на детях зарабатывать деньги мы нашли общей цели мы помогаем детям он по своей линии я по своей давайте мы с вами полюбовно договоримся мы хотели бы отказались и помогать и отдавать встречаться давайте разговаривать и потом неожиданно да вот буквально три дня назад я место у меня почка отказала вот там так сложилось так сложилось по здоровью что нервы ударили по почкам и у меня были адские боли в почку стрелять начал в ногу и в почку и вся левая сторона как бы парализованная и у меня отказали ноги приехала скорая потом я должен был они хотели в пятницу со мной встретиться руководство в т.д. 24 вот я попал в больницу без сознания меня привели в чувства на сегодняшний только в чувства пришел мне алика александр черкасов пояснил что он обратился в обыдом к полицию города домогедова прокуратуру он пришел заявить на бездействие властей на бездействие полиции прокуратура начала мозги пудрить то того нет то того нет не принимали заявление очень пудрили мозги это все говорит о том что в т.д. 24 купили полицию города домогедова купили прокурор города домогедова я не удивлюсь если прокурор вошел в долю ему пообещали если они отожнут у александра черкасова всю недвижимость видимо прокурор города домогедова что-то перепадет или гостиница или кусок клочок земли или ресторан какой-нибудь на территории этого парка понимаешь то есть никто не принимает никаких решений никто не участвует роман но это не самому прокурору перепадет а кому-то из его родственников скорее всего но участвует то прокурор без того ну да возможно ты прав чтобы чтобы он потом сказал а у меня ничего нет да это в порядке вещей вот поэтому сейчас только за этот пас бьется добрые порядочные люди которых привлек александр черкасов и конечно же наш фонд мы конечно же сейчас обратились екатерине гордон ой дай бог этой женщине и здоровой это порядочная это достойнейшая женщина это честная женщина которая прошла мимо детей сирот она не поддержала политиков чиновников она выступила в защиту детей она против насилия против преступления в детских домах и мы буквально сегодня с ней поговорили я отправил наш репортаж предыдущий то что мы делали с александр черкасов она сказала я конечно же помогу ничего мне не надо вот я просто помогу для того чтобы дети и мамочки и особенно мало обеспечены могли приходить парк понимаешь потому что там все захватчики захватили парк захватили рестораны гостиницы все что где может приносить прибыль и не дают александр черкасов не то что войти в парк они даже отняли у него дом они вообще ничего оттуда взять не дают понимаешь это беспредел это беспредел называется бьют по полной даже по полной я понял что у них все на волоске у них все расшипается если бы был закон на их стороне если вы действительно черкасов был должен 150 а то и более миллионов рублей они бы по закону вообще сделали но раз они действуют не по закону и покупают систему покупает мвд покупает прокуратуру значит у них все просто висит на волоске и она не сегодня как все посыпется понимаешь посыпется я хотел бы обратиться к уважаемому путина товарищу путину за которого мы голосовали мы проголосовали за конституцию мы проголосовали за путина мы проголосовали за власть а что это власть делает вот давай вот давай сейчас сравним с тобой сорок первые сорок четвертые сорок третий года наши старики наши деды отвоевывали нашу страну да они для чего ее отвоевывали мы для чего эту победу завоевывали чтоб такие как костин и путин грабили народ чтоб таких костин путин и все прокуратуры мвд которые поддерживают беспредельщиков то есть ты им только покажи зеленую бумажку и они пойдут за тобой понимаешь то есть они пойдут не за тем кто помогает людям кто ради людей живет они пойдут за тем у кого есть зеленые американские бумажки доллары понимаешь мы для чего войну выиграли для того чтобы такие уроды обогащались и отбирали бизнес у честных людей но сам подумай согласен человек более десяти лет создавал этот парк никому нахрен не нужен был этот на тебя подвернулась у нас и старики про страна была не тряпкой половой где только богачи могут отжимать отнимать и беспредел творить война а мы для того войну выиграли чтоб люди жили достойно и чтобы бизнес был достойно который может заниматься благотворительность делать добрые дела но ему не дают наверх лезут люди которые готовы и хотят воровать которые хотят не зарабатывая отнимать буду на кучу честных бизнесменов хотя бы у таких как александр черкасов да вы построите такой же парк да вы купить аренда купите землю вы сделаете вы пройдите через это через что прошел александр черкасов а потом подумайте хватит ли у вас совести отнять у людей лишить детей радости счастья и все остальное но согласись согласен в нашей стране честно работать нельзя нужно обязательно кого-то что-то воровать путин я понял так ему невыгодно чтоб люди жили честно он для чего в политику пропускает нечестных воров для того чтобы честных бизнесменов поросовать раздевать и делать нищими для него мне кажется для него мне кажется важно и ему старики ему на стариков наплевать ему важно тех оберегать которые воруют которые обогащаются которые с ним делятся других вариантов нет у меня других нет слов вообще нет ноли я призываю костина одуматься одуматься и дать счастье детям не отбирать парк у честного бизнесмена если вы хотите на этом зарабатывать то вы придите к александр черкасову пригласите его на деловой разговор станьте его партнером другом соратником и партнером ну знайте мы вам этот парк по беспределу отнять не дадим мы все что возможно подключим но мы в этот парк который создавался годами десятилетиями вам не отдадим поэтому уважаемые друзья дамы и господа общество я не знаю порядочные люди бизнесмены так все кто угодно все кто меня слышит поддержите александра черкасова не допустите этот беспредел не допустите чтоб детям некуда было пойти погулять мамочкам негде было отдохнуть сделайте так чтоб ваши же дети могли в этом парке отдыхать и радоваться жизнью с вами был президент благотворительного фонда для кого в пути степанов с уважением спасибо тебе Роман пока давай пока 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 пока